Здравствуйте, добрый вечер. Я понимаю, что вы немножко засиделись, немножко душно, но потерпите, мы сегодня не будем затягивать. Самоотношение это такая новая категория, относительно новая, которую мы обычно никак не обсуждали. Впрочем, мы часто с вами говорили об отношении, личности как системе отношений. Самоотношение это целостное, относительно постоянное, эмоциональное отношение к себе, или мера принятия или непринятия индивидом самого себя. Или еще можно сказать, что это отношение личности к собственному я. Включает оно в себя две подсистемы. Подсистему самооценок, она определяется мотивами, стимулами. И подсистему эмоционально-ценностных отношений, которые определяются другими мотивами, смыслообразующими. Вот у нас с вами вступили в действие две категории, разные у нас с вами бывают мотивы. Смыслообразующие это те, которые побуждают нашу с вами деятельность и вместе с тем придают вот этот самый личностный смысл. То есть это более индивидуальная категория мотивации. А мотивы, стимулы, они хотя и лишены смыслообразующих функций, однако играют роль побудительных факторов. Сразу у нас с вами возникает новая категория. Это самооценка, эмоциональное, окрашенное отношение к себе, которое может меняться. Это более динамическая характеристика в разных конкретных ситуациях и разных видах деятельности. Если переходить к нашему с вами контексту, то мы с вами живем в ситуации тяжелого хронического заболевания, которое обуславливает некоторый набор изменений, событий, обстоятельств, побуждает нас каким-то, может быть, не совсем привычным для нас видом деятельности, потому что, например, ожидание операции, это тоже можно рассматривать, да, как вид деятельности. И вообще много нового появляется в нашей жизни, когда мы попадаем в некую ситуацию непривычную для нас. Однако мы с вами помним, что ситуация тяжелого хронического заболевания со временем становится привычной, да. Это та ситуация, которая пришла и не уходит, и наша с вами задача адаптироваться к ней. Давайте вернемся к самооценке. Наша с вами самооценка во многом, Юлия, влияет на нашу с вами адаптацию. Она опосредованно связана с эмоциями, которые носят некоторую сравнительность, сигнализирует о том, как мои действия подкрепляются моими особенностями. Это такая индивидуальная характеристика. И самооценка более подвержена защитным, бессознательным психическим процессам. И если вот это соотношение самоотношений и самооценки рассматривать, то самооценка как более динамическая категория может меняться от ситуации к ситуации, зависит от уровня моих притязаний и от содержания моих притязаний, и служит точкой отчета в оценке моих успехов и неудач, и является, да, как мы с вами теперь знаем, подсистемой самоотношения, которая величина, суть, относительно постоянная, но совершенно точно взаимосвязанная самооценка и самоотношения таким образом, что низкая самооценка продуцируется негативным отношением к себе, ну и опосредованно может и влиять на самоотношения. Самооценка, давайте подведем, да, некоторый промежуточный итог, по сути своей основывается на сравнении моих достижений и достижений других. И сразу хочется применять, да, практически такой пример привести о том, что часто на индивидуальных занятиях мы с вами учимся, не вижу здесь знакомых лиц, но часто мы учимся правильному сравнению, да, как сравнивать так, чтобы не понижать свою самооценку. А самоотношение — это такая более обобщенная категория, некий стиль отношения к себе. Формируется он в течение всей жизни индивида, в течение процесса онтогенеза, то есть в течение всей жизни. Но также он подвержен изменениям путем осознанных усилий, сознательных усилий. Самоотношение не только формируется в течение всей жизни, но и раскрывается, достаточно ярко себя предъявляет в контексте социальных ситуаций развития личности и тех мотивов, которые связаны с самореализацией субъекта как личности. А мы с вами опять возвращаемся в контекст ситуации тяжелого хронического заболевания, которые те из вас, кто здесь уже бывает, не первый раз должны помнить, а может быть для кого-то это будет новостью, что именно в ситуации тяжелого хронического заболевания есть высокий потенциал личностного роста. И каждая конкретная социальная ситуация развития, а повторюсь, ситуация болезни, онкологического заболевания может быть рассмотрена и рассматривается как ситуация развития, задает иерархию основных мотивов и ценностей. Ну, наверное, вы по себе знаете, что когда болезнь себя предъявила, очень многие соотношения смыслов самопроизвольно изменились. То есть что-то стало не таким важным, а что-то подлинное вышло на передний план. Ну, когда мы говорим об отношениях, мы попадаем вот в русло этих трех компонентов. Когнитивный, что я знаю, ну, это включает и мою собственную самооценку, потому что она, в общем, где-то болтается у порога сознания и часто бывает спонтанно осознаваемый. Эмоциональный план, что я чувствую относительно себя и чего бы то ни было еще. И ко-нативный, либо это еще можно назвать мотивационно-поведенческий, ну, что, собственно говоря, я делаю относительно того, что я знаю и что чувствую. И это один еще инструмент выравнивания эмоционального напряжения в ситуации, например, тяжелого хронического заболевания. Зачастую, соразмеряя наполнение этих трех компонентов, удается их гармонизировать. На поведенческом уровне я могу творить чудеса, и тогда, если мне удается отреагировать мое напряжение и на более спокойный эмоциональный фон принять какую-то новую информацию, то и на поведенческом уровне это сказывается и становится, очевидно, мне и другому. И все это психические категории. А давайте вспомним, что психика – это важно в нашей ситуации, потому что сейчас очень много спекуляций по поводу психики и соматики, что первое, что последнее. Так вот, ничто не первое, не последнее, а все единое. Психика – это свойство высокоорганизованной материи, непосредственная предпосылка сознания. И что важно помнить, это особая форма отражения субъектом реальности на уровне эмоций. А эмоции мы с вами контролировать не умеем. Мы умеем контролировать чувства. Но разницы кто-то уже слышал, да? А может быть, в дальнейшем мы поговорим об этом еще раз на эту тему. А сейчас еще раз запомним, напомним друг другу, что психика не напрямую управляет формированием внешней и внутренней среды. А в первую очередь она отражает влияние внешней и течение внутренней среды. Непроизвольно реагирует на изменения. И когда она меняется гармонично, психика, мы говорим о процессе адаптации. Что такое адаптация? Это то, что невзирая на жизненные обстоятельства, которые зачастую бывают достаточно суровые, качество моей жизни может быть достаточно хорошим. И когда мы говорим о том, что качество жизни достаточно хорошее? Когда мы можем самореализовываться, как прежде. Человек без ног вышивает, человек без рук ногами пишет, человек с повреждениями другого уровня, системным поражением, онкологическим заболеванием во многом восстанавливает картину своей жизни. Вылезает из тоннеля, например, депрессивной симптоматики и живет полноценной и продуктивной жизнью личности на любом этапе заболевания. Тогда мы говорим о том, что адаптация проходит достаточно хорошо. Ну, раз уж мы перешли к онкологическим заболеваниям, мы помним, что это системное поражение. Это очень разные заболевания со множеством форм и вариантов течения. Всегда они предсказуемы. И, конечно, специфически сказываются поверхностно-социальном уровне существования, а на психике, безусловно, сказываются тоже. И своеобразная нагрузка на психику осуществляется с учетом любого вида лечения. Какое это имеет отношение к сегодняшней нашей теме? Так вот, вот эти все перечисленные, те, которые вы хорошо знаете, а я привычно перечисляю, изменения по болезни и утомляемости, боли и нервозности, любые проявления психофизические, конечно, здорово влияют на актуальную самооценку. Раньше мог, сейчас не могу. Уровень притязания к себе такой, я ему сейчас выраженно не соответствую. Они все нормальные, я совсем не справляюсь. Конечно, самооценка снижается под влиянием ситуации. Зачем нам про это помнить? Ну, как и в ситуации со страхом, и как в ситуации с тревогой, мы с вами помним, что механизм совладания только один. Распознать, принять за счет утилизации и переоценки происходящего. То есть самооценка неизбежно может снижаться под влиянием ситуации, однако не выпадет за пределы, помните, да, стиля самоотношения. То есть я не разрушусь, и мое самоотношение не изменится кардинально, я могу больше этого не бояться. Ну, если я, в принципе, привык в таких категориях для себя осмыслять. Однако снижая самооценка реактивно, ситуативно может вызывать ощущение ухудшения восприятия себя, но совершенно точно подлежит пересмотру и коррекции. Кому не придется корректировать свою самооценку, как часть своего самоотношения. Ну, те редкие люди, у кого самопринятие и самоотношения, безусловно, позитивные. Это встречается, но встречается достаточно редко. Как-то мы так сформировались в нашей жизни, в основном, да, в такой постсоветской и предсоветской, да, и глубоко советской социальной среде. Скорее привыкли к себе относиться требовательно и себя критиковать. Это не вполне про самоотношения, но достаточно часто среди нас с вами встречаются люди с тотальным негативным самоотношением, полное самонепринятие. А еще часто мы можем наблюдать конфликтное самоотношение, когда в равной степени выражены как позитивные, так и негативные компоненты. И тогда на поверхность выходят бессознательные защиты. Человек, предсказуемый в своей взбалмошности, человек, который всегда реагирует, невзирая на то, что все от него отвернутся, ну, там мы называем людей такими скандальными людьми, да, в этой сущности это человек с конфликтным самоотношением, он не вполне гармоничным, да, слишком высокая растяжка, уровень притязания высочайший и неприятие себя тоже высочайший. Вот пример конфликтного самоотношения. Самому, либо человеку, который не занимается этой темой, на глазок самоотношение определить довольно трудно. А вот самостоятельно изменить его, даже дифференцировав, еще труднее. Такая вот категория скрытая от меня лично, да, самоотношение есть, и я сам его не могу регулировать по своему самому, вот этому, да, произвольно. По структуре самоотношений есть глубинный слой, аутосимпатия, безоценочная, положительная или отрицательная, без всякого сравнения, формируется в раннем детстве. В довербальном периоде плохо поддается осознание, только наблюдению и регистрации внешним, да, источникам, то бишь вообще-то психологам. Следующий уровень – самоуважение, более оценочный. Ребенка учит сравнивать себя и другого, да, сравнивать свои действия и их оценивать в лучшей степени, поддается коррекции. Ну и самый интересный – это достаточно высокий иерархический уровень развития личности, еще его обозначают как близость к самому себе, такая вот уже такая мудреная категория. Ну а, собственно говоря, достаточно быстро ее можно распознать по субъективной оценке в актуальной ситуации. Значит, что бы ни случилось, как бы я ни накосячила, я чувствую, что в базе мне хорошо, я в порядке. Либо я вообще ничего не нарушаю, но все время чувствую себя виноватым. Да? Если переходить к заботе о себе. Разные картинки я перебирала, когда работала над презентацией с символом, является вот именно эта картинка. Во мне всегда есть росток. Даже у тотального или непринимающего себя человека, или человеком с пограничным вот этим, да конфликтным самоотношением, в глубине есть росток позитивного отношения к себе, который можно распознать и подращивать. Заботиться о нем. Таким образом заботиться о себе. То есть в нашем данном конкретном случае заботу о себе мы подразумеваем как распознавание и подкрепление индивидуальных ресурсов позитивного стиля самоотношения. Звучит это как вывод, что мамочка меня все равно любит. У каждого из нас, у большинства из нас есть опыт материнской любви, даже если очень-очень-очень ранний, совсем ранний. Я защищен. Эти корешочки есть у каждого. Они просто либо очень бурно цветут на поверхности, либо очень глубоко запрятаны. И до них нужно докапываться. Основными функциями самоотношения являются самовыражение и самореализация. И, конечно, эти функции на ранних этапах заболевания непроизвольно блокируются. То есть даже ждать не нужно, что все, что я привычно люблю, все, что заставляет мне тихую радость, не будет опровергнуто или не пошатнется под сообщением о витальной угрозе. Конечно, это опрокидывается. Этого не нужно пугаться. Есть этапы заболевания, когда это неизбежно. Мы с вами помним, что не испугался, значит, не зафиксировался на этом страхе. Значит, это не разовьется в невротическую какую-то дальнейшую историю. Просто помнить, что есть этапы, когда это неизбежно падает. Могут восстанавливаться спонтанно, восстанавливаются у тех, у кого в большей степени самоотношения положительные, позитивные. Те, кто пограничники, ну, не совсем тотальные пораженцы, направленная работа очень помогает. И это можно сделать. Но с учетом того, что делать это приходится с привлечением специалиста. Самому докопать бывает сложно. Как мы распознаем позитивные отношения? Вот загибайте пальчики, что про меня. То есть каждый про себя. И можете сами замерить, насколько вы сейчас позитивисты. Принятие собственной личности. Мы много об этом говорим. Наверное, всем уже понятно, о чем это. Уверенность в себе, ощущение ценности своего «я». Гармоничное сочетание механизмов защиты, когда ничто не переходит на передний план. Я не пользуюсь одной или двумя невротическими защитами. А у меня реактивно существуют все пять. Они сами меня защищают, когда нужно. Критичность к себе, осознание себя и вера в свой потенциал. Вер в свой потенциал – это про то, что я справлюсь. Это не про то, что условия будут идеальными. А про то, что я справлюсь с любыми условиями, которые в жизни сложатся. Так вот, позитивные самоотношения можно тренировать. Как мышцы. Если хочу, то могу. Я, например, очень не люблю ходить в спортивный зал. Знаю, что можно, но не хочу. Ну, так и большинство людей, ныне живущих. Вроде хочется жить легче и лучше, но заставить себя посетить группу личностного роста не входит в иерархию моих потребностей. Просто осознавать, что значит у меня какой-то другой ресурс. Итак, если говорить о формах работы, где это тренируется, то именно на тренингах личностного роста иногда в более проективных направлениях, например, арт-терапевтических, но следует учитывать, что взрослому человеку лучше все-таки понимать, что с ним происходит. На арт-терапии мы в большей степени разгружаемся и в меньшей степени приобретаем навык осознанности. И значит, в дальнейшем слабее сможем тренировать свои мышцы. В данном случае позитивные самоотношения. Можно работать индивидуально и в группе, но надо понимать, что позитивные самоотношения лучше тренируются в группе. Распознается, может быть, если кто-то боится себя сразу предъявлять сходу, может быть, и в личном, в индивидуальном формате. Лучше натренировывается в группе. И давайте, не зря я эту строчку все время подставляю в ситуации тяжелого хронического заболевания, потому что если это ведущая составляющая моей жизни, а это, наверное, неизбежно, то лучше мне обращаться к тем специалистам, которые в этом достаточно хорошо ориентируются, не обесценивают эту компоненту моей истории. То есть лучше все-таки, чтобы это были профильные специалисты, вот медицинские психологи, например, до онкологических клиник. По направлению работы, ну, не будем перечислять техники, давайте смотреть, на что они направлены. Можно оживлять восприятие себя, можно наращивать, повышать спонтанное реагирование. Это всегда очень здорово защищает и облегчает вообще все психические, все уровни психического взаимодействия и существования. Наращивается эмоциональная компетентность, то есть я различаю эмоции и чувства и умею своими чувствами управлять. И когнитивная компетентность. Я лучше знаю, да, что с чем взаимосвязано. Повторюсь, что в ситуации тяжелого хронического заболевания это не вообще, а в рамках актуальной ситуации, да, ведущей на сегодня в моей жизни. Целью, как всегда, улучшения качества жизни онкологического пациента в нашем контексте. Задачи. Ну, я уже говорила, что самому распознать свое самосоотношение довольно трудно. Там слишком много тонких компонентов, которые сами мы от себя скрываем. И формирование более позитивного стиля, и формирование устойчивых навыков заботы о себе. Ну, это, конечно, не про техническую заботу, хотя знать, что доставляет мне удовольствие и уметь реабилитироваться дома. Например, накануне посещения врача или после того, как узнал, да, может быть, что не все идет так гладко, как хотелось бы. Это, в общем, тоже работа о себе. Этому тоже можно учиться. Несколько примеров, да, аналитического метода работы с компонентами стиля самоотношения. Распознать. Наблюдатель отражает вам, что он видит, и вы научаетесь понимать, что во мне сейчас звучит. Я понятно говорю? Да? Назвать. Безоценочно назвать. Потому что очень многие вещи мы в себе бессознательно отрицаем, запрещаем себе это. А они абсолютно могут быть безоценочными. Ну, и переоценить, то есть разрешить себе быть таким, каков я есть. И еще один метод, вот как раз про сравнение. Они – это ближний круг. И они всегда лучше нас. У них всегда что-то лучше. А на самом деле они просто разные. Да, мы мало про них знаем. И стоит ли нам сравнивать себя и другого. Если говорить о всех, то, вы знаете, все кругом нормальные, весь мир нормальный. Там, в Америке живут лучше, в Англии веселее, в Германии кушают вкуснее. Ну, что-нибудь такое всегда звучит в нас, да. И вот эта привычка сравнения некорректного, она достаточно всегда актуальна. Выходим на уровень, опять-таки, безоценочный. У всех свои особенности. И тогда мы уже научаемся переходить на уровень я. Я ненормальный, ни со мной все не так. Не я виновата, что заболела, или не я виновата, что я с кем-то посорился. А я – это я. И то, как я живу, для меня достаточно неплохо. Не отрицая обстоятельства в своей жизни, а формируя правильное к ним отношение. Ну и результаты таких тренингов по наращиванию заботы о себе, по улучшению стиля самоотношения, снижается общее страдание, которое продуцируется, да, очень многими компонентами, утилизацией рациональной вины, восстановлении самоуважения, ну и формировании навыка принятия ответственности на себя. Никто не должен, никто не виноват. По большому счету, не так уж сильно я от всех завишу. Кое-что зависит от меня. Я не беспомощен в ситуации тяжелого хронического заболевания. Значит, как все это работает на тренингах? Самоотношение – это динамическая система, компоненты образуют функциональные взаимосвязи и воздействие на многие факторы психические в данном случае. Мы корректируем эту самую систему самоотношения, стиле отношения к себе. И все это происходит в данном случае в ситуации, да, вот нашей с вами особенной ситуации онкологической заболевания. Это ситуация, в которой постоянно присутствуют травматические стрессоры, сшибаются невротические защиты, мы становимся в некотором смысле более пластичны, и поэтому раскрытие личностного потенциала происходит в разы быстрее, чем, например, у пациентов неврологической клиники. Потенциал у вас огромный. Спонтанно вы его раскрываете. Ну, можете и качеству жизни, которая, безусловно, в ваших руках приближаться к компании наших специалистов. На этом благодарю вас за внимание. Есть ли вопросы? Аплодисменты. Спасибо. 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 Продолжение следует...